И я хочу сказать, заждались уже участники нашей школы «Человек, будучи хомофуторус», а там в прошлый раз была одна женщина, дама такая, она ярый ваш поклонник, и она мне там такие замечания понаделала, что я не даю слова сказать, и поэтому я буду молчать больше, чтобы не прерывать речи. А она вообще, вот эта критика, она еще и ленивится, потому что она могла бы все эти вопросы, как мы там предлагали, и вам задавать на канале. Видимо, она или не смогла по техническим причинам к вам выйти на канал, или не знаю почему, но по крайней мере для безопасности и для того, чтобы она тоже была счастлива, я буду меньше говорить. Потому что тема, обещается, важная с вашей стороны. Пожалуйста, Валентина Эдуардовна, какая тема у вас? Во-первых, я вас тоже очень рада видеть, знаете, я... А ваша картина ждет, ваша картина ждет. Да, я уже планирую, как мне до вас добраться, очень хочется наконец-то и лично увидеть, и, конечно же, этот восхитительный подарок добрать. Я думаю, что как-то мы этот вопрос обязательно решим. Я еще раз подчеркнула, мне очень жаль, да, что такие какие-то, какая-то нетерпимость, но это как раз смысл наших всех встреч, да, он именно в том, чтобы развивать в себе вот эту зрелость, да, потому что наше здоровье зависит напрямую от нашей зрелости, и очень хочется... Влад, уже все пошло, Влад, уже связь наладится. Влад, извини, спасибо. У нас, я просто для нас уважаю. Влад Орлов позвонил, потому что он хотел помочь в контакте связи, потому что у нас связь прерывалась вначале, и он позвонил. У нас такие вот друзья, которые помогают нам. Так. Да, это замечательно, спасибо большое, у вас замечательные друзья, помочь мне, очень приятно, что нас окружают такие прекрасные люди, и вот я просто продолжу свою мысль, да, вот мы как раз обратились, и люди зачастую, знаете, иногда, у меня, например, животные, да, у меня собака любит поучаствовать в каких-то моих интервью, выступлениях, но мы живем в таком мире, да, не совершенном, с одной стороны, а с другой стороны, очень живом. И вот это вот все, наверное, такие маленькие тесты нашей человечности, согласитесь, да, нашей зрелости, нашего вот этого умения. Сейчас придумали это слово толерантность, да, в русском языке есть чудесное слово терпимость, да, терпимость, смиренность и так далее, когда мы ко всему относимся доброжелательно, да, вот чудесное тоже слово доброжелательно. Это все такие аспекты, это же не вопрос просто какой-то культуры внешней или внутренней даже, да, хотя внешняя культура, она всегда слетает на раз-два, и если нет культуры внутренней, никто уже не поможет. А это вопросы, кстати, вот эти все претензии, к сожалению, да, это же тоже такой морализм, а очень хочется, да, призвать наших уважаемых зрителей и наших друзей вместе с нами расти и развиваться и формировать в себе вот это внутреннее, да, уважение, внутреннее понимание того, насколько все-таки важно нам быть открытыми, ну, совершенно к любому, проявлению жизни. Это же человечность и есть. Конечно, человечность. Уложение ближнего, это сопереживательность человечность, да. Вы согласны, что это человечность, правда? Несомненно, я вот именно вот к этому веду, и не случайно у вас школа человечности, я думаю, что это очень важно, и вот о чем мы с вами вот как раз говорили, да, о том, что я с вами поделилась перед нашей записью, перед нашей встречей о том, что буквально на днях прочитала у своих западных коллег, с которыми тоже мы периодически обсуждаем вот эти вопросы, вопрос современной науки, выдуманных всяких гипотез и так далее, очень хорошее высказывание, что, например, онкология, онкология – это развод с природой. И мне вот настолько вот срезонировало, настолько понравилось это высказывание, что вот я хотела бы эту тему немного развить, потому что она прекрасно иллюстрирует вот как раз тему, во-первых, теории среды, от которой все отталкивается, да, и как раз вот этот аспект, а при чем здесь силовечность, потому что зачастую мы все это рассматриваем отдельно. А ведь на самом деле это все очень тесно взаимосвязано, согласитесь. Конечно. Потому что эти мы не можем отдельно рассматривать, вот, к сожалению, опять же, если мы возвращаемся к современной науке, так называемой, да, которая на самом деле превращается в совершенный, в русском языке я перевел ее, сцентизм, но на самом деле это сцентизм от, тоже в переводе с английского, наука. И когда научность, когда всю, любой, вот, любой аспект пытаются превратить в научность в независимости от доказанности или недоказанности гипотезы, да, и это становится новой буквально религией. А ведь очень важно нам самим, да, от этого вот немножко отойти и посмотреть объективно на ситуацию, для того, чтобы осознать, а где мое место вот в этом мире, который все время напихивают, напихивают информационно, гипотетически, какие-то нам дают новые аспекты, потому что если мы этого не сделаем, мы утрачиваем и свою собственную человечность, и вот эту вот связь с природой, да. Если мы говорим о разводе с природой, да, то, наверное, вот надо обязательно упомянуть, у вас очень много об этом было в роликах, я всегда слежу за вашими замечательными такими видео, которые вы делаете для своих учеников и для своих зрителей, о страхе, например, да, ведь это же серьезнейшая тема, серьезнейший вопрос. И как вот я начала говорить, почему я начала говорить о сцентизме, сегодня все разделяют, да, психология отдельно, хотя должна рассматриваться именно психиатрия, да, наука о психике, да, о душе, которая имеет свое биохимическое выражение и напрямую связано с физиологией, мы это с вами обсуждали неоднократно, да. И страх в этом смысле, он имеет тоже свое биохимическое проявление. И вот эти ваши, например, замечательные методики, которые позволяют людям от страха избавляться, которые позволяют себя мобилизовать, да, вывести из состояния вот этой вот, вот у меня на закрытом канале я писала много поливагальной теории, и вот об этом дарсальном состоянии, в котором мы замираем, да, когда происходит, мы даже дышать правильно перестаем. Это все моменты страха, и есть способы из него выходить, да, выходить вот так вот стремительно и немедленно, но есть еще и методы, да, о которых я тоже говорю, и вот мои духи на это нацелены в том числе. Ваши методики, они как скорая помощь, да, а мои как закрепители, да, вот этого состояния, когда мы плавно выходим и закрепляем это состояние ровности, благости, и позволяем себе расти, развиваться именно через изменение гормонального пона, биохимического баланса, потому что у нас все взаимосвязано, да, когда мы видим, что происходит взаимонаправленность процессов. То есть это очень часто люди используют, например, такой термин как психосоматика, да, совершенно не понимают его ни смысла, ни значения. Им кажется, что вот какое-то эмоциональное восприятие или эмоциональная реакция, это отдельно, она там каким-то магическим образом что-то такое делает, и на нас сверху нападает болезнь. Но ведь это же совершенно не так. И когда вот мы говорим, почему я начала именно со страха, да, когда мы говорим о разводе с природой, о том, что онкология – это развод с природой, мы должны понимать о том, что в первую очередь мы разводимся с личной природой, собственной, когда мы перестаем осознавать себя, да, кто мы такие. Вот когда мы утром просыпаемся, вот каждый человек как вот начинает свой день, да, вот мы проснулись. Большинство людей как? По звонку поднялись, и есть какая-то рутина, ритуалы, как правило, неосознанные. Вот я всегда говорю, разделяйте ритуалы и традиции, потому что ритуалы – это то, что мы делаем бессознательно. Мы это делаем, потому что нам надо делать на автомате. Мы включаем вот этот модуль стресса, который усиливает вот этот вот страшащий, да, скатывание в состояние страха, потому что мы расходуем нейротрансмиттеры собственные, да, и какие-то вот гормональные аспекты без возможности их восстановить. Когда мы включаем состояние осознанности, да, и начинаем свой день с осознанного, с осознанных традиций, вот мы проснулись, да, я, например, начинаю утро там с тибетской гимнастики, да, я ещё, она вся делается в постели, я её обожаю, потому что вот эти там 10 минут, они все направлены на то, чтобы запустить процессы, которые необходимы мне для функционирования с утра, да, запустить топ-лимфы, запустить дыхание осознанное уже, запустить процесс вот метаболизма и гомеостаза, которые будут обеспечивать мне полноценное функционирование в течение дня без каких-то скачков там давления или без каких-то гормональных всплесков и так далее, когда всё происходит по моей воле, когда мой организм, моя природа физиологическая находится в ладу с природой психической, да, когда я сама управляю этими процессами. Это у меня такая традиция, да, у кого-то может быть другая традиция, кто-то начинает это, потом я там делаю череду приседаний, кстати, благодаря одной из своих доверительниц, которая делала духе, вообще очень интересно, когда я консультирую людей и готовлю, мне очень везёт, и мне удивительно, красивые всегда попадаются люди, интересные, это всегда такой взаимообмен, который тоже мне что-то рассказывает и делится, вот она, например, начинает утро с трёхсот приседаний, у неё такая традиция, она тоже понимает, зачем это нужно, для того, чтобы тоже запустить ток лимфы, для того, чтобы активизировать все процессы метаболизма, для того, чтобы суставы все работали, да, многие не понимают, и когда, например, начинают болеть суставы коленные, тазобедренные и так далее, начинают ограничивать своё движение, а это как раз, опять же, от неосознанности, и тот же путь вот как раз к разводу с природой, да, то есть мы начинаем себя замораживать, консервировать, ну, ещё надо поместить себя в бразильную камеру, и тогда всё, а нам очень важно, наоборот, возобновлять процессы, ну, до трёхсот приседаний я ещё не дошла, мне ещё очень далеко, но я, в общем, двигаюсь в этом направлении, мне очень нравится тоже вот это вот задание, и кто-то скажет, что, о, я бегу на работу, я опаздываю, вы что там, какие там 10-15 минут с утра, у меня их нету, ну, во-первых, чаще всего это вот женщины, такие вещи, да, как бы говорят, а я вам так скажу, 90% женщин находят время, там, минимум полчаса перед зеркалом, накрасятся различными, там, румяными, белилами и прочим, содержащими свинец, ртуть, да, до сих пор они все содержат, кадмия и прочие тяжёлые металлы, которые отравляют организм, да, вот вам ещё раз вот с природой, и что-то такое нарисовать у себя на лице, ещё гордо при этом сказать, я никогда не выхожу на улицу не накрашенной, я никогда не позволю себе, но вы знаете, это никакого отношения к природе не имеет на самом деле, и если запустить процессы метаболизма, красота, она выйдет изнутри обязательно, человек светится, да, у него другой взгляд, у него другой цвет губ, у него другой, у него появляется румянец и так далее, и совершенно не нужно, вот подумайте, что ценнее для вас, да, нарисовать вот этот вот неприродный, неестественный облик, или всё-таки потратить время на то, чтобы осознанно, да, включить процессы дыхания, процессы обмена веществ, которые необходимы для вот восстановления каких-то своих физиологических возможностей, продлить молодость и так далее, да, вывести вот эти как раз токсины, которые мы накопили годами, это всегда выбор самого человека, но он должен быть осознанным, да, то есть это выбор, если я уж выбираю, да, такую красоту, я должен понимать, какие вслед за этим идут последствия, если я выбираю чуть более длительный, чуть более трудный путь, да, потому что это всё равно процесс, мы не увидим результатов завтра, если мы начнём вот так вот, введём новые традиции, это несколько месяцев, но все же мы же хотим волшебную таблетку и всё, и сразу, но, к сожалению, это так не работает, красота и здоровье – это всегда труд и процесс взаимодействия с природой, поэтому вот мне очень хотелось бы об этом напомнить. Это то, что касается нашей личной природы, да, есть ещё окружающая среда, и вот мы сейчас вот с вами об этом говорим, а ведь это как раз всё аспекты теории среды, помните, мы говорили с вами о лжеприроде вирусной теории, да, и я много публиковала материалов об этом на своих каналах, очень много прекрасных исследователей, вот я сейчас, кстати говоря, в очередной раз выложила книгу Бешам против Пастера, как раз Бешам, который вот эту идею о теории среды подал, да, потом был прекрасный учёный французский, который должен был потом бежать из-за того, что Рокфеллеровские структуры его преследовали за его теорию тоже среды, теорию полиморфизма, который в микроскопе нам показал, как наши собственные суммотиды или по-другому микрозимы, они называются, преображаются, превращаются в микроорганизмы. И мы зачастую считаем, что на нас как-то откуда-то эти микроорганизмы нападают бактерии. Но на самом деле они формируются благодаря вот гомеостазу в нашем собственном организме, и мы определяем то, какую среду создавать и какие микроорганизмы будут жить. И очень часто, очень важное, что мы упускаем, это то, что они участвуют не только в процессах ферментации, брожения, сапрофиты есть, которые разрушают погибшие, у нас же гибнут всё время клетки, это нормальный процесс регенерации и обновлений, их тоже нужно куда-то утилизировать. Этим занимаются наши бактерии, которые из нашего же собственного организма и развиваются. Ещё раз подчёркиваю, это можно увидеть на видео, и учёный Гастейн Ниссенс в тёмно-полевом микроскопе нам этот процесс прекрасно продемонстрировал. Но ведь очень важно, что бактерии, и мне бы хотелось, чтобы вы сами об этом тоже как-нибудь, может быть, сделали передачу о микробиоте, потому что многие, я думаю, не осознают и не понимают, но микробиота отвечает за производство очень многих кофакторов, коферментов, а это что такое? Это витамины, те самые, которые мы бежим принимать, не осознавая, не понимая, что у нас в самом наш организм в состоянии их производить. Наша задача создать благоприятную среду, обеспечить тот самый гомеостаз, при котором вот эти вот, те самые необходимые нам микроорганизмы, собственные, да, не посаженные извне, там, не с помощью пребиотиков, там, пробиотиков и так далее. Кстати, пребиотики – это не обязательно, это продукты, да, вот они нам нужны. Это та среда, которую мы обеспечиваем изнутри при помощи питания. И когда мы пьем, например, там, камбучу, или вот мы говорили там о медовой воде из натуральных, да, очень хороших продуктов, кисломолочные продукты, не так важно, что мы там что-то получили, какие-то лактобактерии. Гораздо важнее, что мы создали определенную среду при помощи этого кисломолочного продукта, где наши собственные микроорганизмы не только будут развиваться, да, вот эти благоприятные для нас, но и самое главное, они будут правильно функционировать, обрабатывая вот эти вот коферменты и кофакторы. И мы вот с вами говорили о семинаре, который я вас предложила вам провести, вы согласились, и мы там через какое-то время, через несколько недель проведем, заранее об этом все расскажем. Мы обязательно должны провести, потому что это настолько нужно, полезно сегодня каждому человеку, и школьнику, и его бабушке, и бабушке, и дедушке, это всем нужно. Поэтому мы будем планировать этот вебинар с вами, да. С первых дней жизни, это же вот очень важно, потому что мы беспокоимся о том, какие там массажики ребенку сделать, да, какие лекарства дать, какими витаминками прокапать, бежим там срочно витамин Д, который, кстати, не витамин, опять напоминаю, гормон, да, и мы вмешиваемся в гормональную сферу, но мы совершенно забываем о том, что нам первым делом нужно задуматься о формировании среды, как внешней, да, и мы об этом тоже неоднократно говорили, так и внутренней. И вот мы уже поговорили с вами о питании, да, о микробиоте. Мы сейчас только с вами, так сказать, охватываем, да, эти важнейшие аспекты, а детально мы поговорим на вебинаре, и очень часто люди говорят, почему я не худею, да, там, вот я на диете сижу, я не худею, или почему, наоборот, я не могу набрать вес, это другая проблема. Тоже сегодня все поглощены темой, как сбросить вес, но есть большая категория людей, которые, наоборот, вес не могут набрать, а это очень важно, потому что это определённый, опять же, вопрос гомеостаза. И о жирах мы поговорим, да, которые сегодня всё обезжирено, обезжирено, а мы таким образом нарушаем, разрушаем собственную среду, опять же, как внешнюю, так и внутреннюю. А внешняя среда – это что? Ну, дома – это свежий воздух, да, проветривающее помещение. И вопрос не только в свежем воздухе как таковом, да, в определённой влажности и так далее, но не устаю повторять сбрасывание вот этого статического напряжения. Мы окружены электроприборами, и если мы не будем создавать вот эту среду внешнюю, да, посредством использования, например, там, солевых ламп или каких-то солевых даже, там, баз, проветривания регулярного, да, увлажнения воздуха и прочего-прочего, мы будем просто бесконечно болеть и не понимать, что происходит. Ткани, которые мы выбираем, насколько они натуральные, мы тоже об этом говорили, да, насколько они, так сказать, создают, опять же, вот это вот напряжение вокруг нас или не создают, и, наоборот, помогают его снижать. Но гораздо ещё важнее, это когда, чтобы мы не забывали, что мы должны всё время воссоединяться в прямом смысле с природой, неважно, где мы живём, за городом или в городе. Хотя бы раз в день надо выйти на улицу и посмотреть на солнце, неважно, есть оно или нет, через облака оно всё равно ультрафиолет проникает, а это то, что нам необходимо. Это то, благодаря чему, собственно, наш организм, опять же, продуцирует тот самый необходимый витамин D в достаточных и полноценных количествах. Только не забывайте выходить вот 10-15 минут без линз, без очков, да, чтобы это вот через радужную оболочку проникал ультрафиолетовый свет. Есть клинические исследования, доказывающие, что этого достаточно для того, чтобы суточная норма витамина D вырабатывалась вне зависимости от времени года. Ходить босиком летом. Почему это важно? Вот я тоже публиковала видео на разных каналах, у себя мне очень впечатлило, когда взяли женщину пожилую, да, ну, азиатскую, но это не имеет значения, потому что уже проводили эксперименты и на людей других рас. Абсолютно те же самые результаты. Значит, ее 70 с чем-то лет, да, у человека замедленный ток крови, слипшиеся ретроциты. Мы видим, опять же, вот в темно-полевом микроскопе. И риск тромбоза, да. Первым делом, что у нас любит современная нам Роквиллеровская медицина? Предложить какой-нибудь аспирин, а еще лучше какие-нибудь кроверазжижающие препараты. Нельзя путать, да. Аспирин – это антиагрегант, который препятствует слипанию, да, но не влияет на реологические свойства крови, то есть на ее вязкость. А есть вот как раз препараты, которые очень любили эти три года назначать и которые вызывали у людей, к сожалению, внутреннее кровотечение, потому что они совершенно не безовидны. И они имеют кучу побочных эффектов, потому что влияют и на печень, и на почки, вмешиваясь вот в эти процессы как раз кроветворения. А оказывается, можно на 10 минут выйти, походить босиком, и через 10 минут вязкость крови повышается, снижается наоборот, то есть она становится гораздо более текучей, подвижной. Оказывается, эритроциты отталкиваются друг от друга, потому что они обретают обратно свой отрицательный заряд. Здоровая клетка имеет либо нулевой, либо отрицательный заряд. Они слипаются только когда этот заряд нарушен. А так они отталкиваются и свободно текут. И таким образом кровоснабжение, капиллярное, вот это вот кровоснабжение в крупных сосудах, оно становится полноценным. И риск образования каких-то тромбов, каких-то, потому что эритроциты тоже участвуют, не только тромбоциты, но эритроциты – это целый там гломерат клеток, который соединяется. Вот эта вот вязкость крови изменяется в лучшую сторону для нас. Это, заметьте, только 10 минут хождения босиком. А теперь вообразите, если мы это делаем намного чаще. Понятно, что мы живем в таком климате, сейчас босиком особо не походишь, потому что зима и так далее. Но решать эти вопросы вот на это время года, например, делать там тазик с львы и ванночки для ног, или создавать вот эту природную среду. Люди делают очень интересные и замечательные там коврики из камней, из натуральной гальки. Тоже как вариант походить. Опять же, это все, оно не заменит нам природы, но оно хотя бы на время, для того, чтобы нам дотянуть до этого времени, создаст вот эту защиту. Потом я сказала об ультрафиолетовом воздействии на радужку, но еще очень важно ладошки. Это еще одно место, которое мы можем вот так повернуть к солнцу тоже и позагорать, дать рукам, даже когда очень холодный, когда морозный день. Мы, если, конечно, только не минус 50, вряд ли мы обморозимся, но зато мы получим достаточное количество ультрафиолета на хотя бы зимний период. Походить среди деревьев, подойти к ним, потрогать, некоторые говорят, там пообниматься, но на самом деле в этом есть большая мудрость. То есть быть действительно в прямом смысле ближе с природой, ближе к природе, выезжать куда-то к воде, там вообще ионизированный воздух. Для глаза приятное, даже сейчас, когда вот многое находится подо льдом, все равно вот эти вот застывшие формы, застывших волн, застывшей воды, оно имеет воздействие на нас, не только вот через непосредственно вот этот контакт, но и даже через эстетическое восприятие. Почему для нас так важна красота? Это же тоже все о среде, да? Вот, кстати, заметьте, сегодняшний мир, который, в общем, ведут понятно куда, в каком направлении, ведь с чего нам начали? Нам начали предъявлять уродство как некую форму новой эстетики. Но, к сожалению, да, 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 но, к сожалению, это же воздействие на подсознание, да? Это то, что наше подсознание отвергает, отвергает и отрицает. Это не значит, что, если, конечно, допустим, человек имеет какое-то срождение, какие-то повреждения и так далее, мы должны каким-то образом его отвергать или наоборот. Это как раз, опять же, да, вопрос проявления человечности. Но это то, что произошло естественным, да, ну, часто неестественным, часто, мы знаем, какие-то увечья бывают либо в результате приема каких-то препаратов во время беременности, да, либо в результате, там, к сожалению, вмешательства в процессе родов, да, там щипцами очень часто вызывают ДЦП и так далее. Но все-таки это какие-то такие неблагоприятные события. Но нам же пытаются навязать вот эту модель, да, что чем страшнее, тем лучше, что все это еще навязывается в том числе и через моду, и через эстетику. Я поэтому еще очень люблю ваши картины, потому что я считаю, что они несут вот эту вот невероятную... Ну, сегодня, я думаю, даже вы сами себе цены не знаете, Касая Магомедовича, потому что на самом деле ваши картины, они потрясающие. Я надеюсь, что когда-то у вас в ближайшее время будет большая красивая выставка, на которую, я уверена, люди с удовольствием пойдут. Вот, потому что сегодня этой эстетики получить очень сложно, ее очень мало осталось. И то, что мы видим, допустим, там классические какие-то произведения и так далее, это одна история. Но современных художников такого уровня, как вы, я уже даже, честно говоря, не знаю. Поэтому это потрясающе, что есть такой человек, как вы, который будет на что же нам создавать вот эту среду эстетическую, да, это тоже большая часть важная. Я вот, кстати, сейчас начала заниматься, оказывается, сопровождением ребятам, которые готовятся к ОГЭ, к ЕГЭ, их родителям. Это тоже такой интересный процесс. И огромную-огромную роль вот в устойчивости, да, в подготовленности. Все фокусируются на том, как они там получат свои знания, насколько они будут натасканы, там же по минутам, вообще дикий совершенно подход к образованию, не имеющий отношения. А нам важно, чтобы ребенок прошел это без стресса, да, не вышел в окно, не заболел после этого, да, то есть чтобы у него не произошло как раз того самого развода с природой. И вот эстетический аспект, он играет колоссальнейшую роль. Мы помним о том, что вот он должен сидеть и делать уроки. Иногда говоришь там с, вот особенно мамочки, переживают, я контролирую. Кстати, есть очень жесткие контролирующие отцы, к сожалению. Но вопрос-то не в том, чтобы контролировать, да, не в том, чтобы там следить, чтобы он выполнил количество заданий. Вопрос в том, чтобы предоставить ему вот этот отдых для глаза, отдых для души через вот это вот, опять же, через эстетику. Эстетика, она всегда имеет природное начало. Почему я вашими картинами еще так восхищаюсь? Я вот эти вот цвета, насыщенность оттенков, да, вот это вот естество, которое в них присутствует, оно, на мой взгляд, это не потому, что мы с вами. Я человек очень прямолинейный, и если мне не нравится, меня не заставишь, не вытянешь, как говорится, клещами из меня каких-то слов там благодарности, похвалы, если нет вот этого искреннего чувства, да, но вот про ваше произведение я могу говорить и говорить и говорить, собственно, как и про вас, и я думаю, что вы как раз тот человек, который очень близок к природе во всех смыслах и проявлениях. И вот, наверное, уже завершая, да, потому что мы, в общем, мне кажется, такие основные аспекты покрыли во многом, да, кстати, вот, ну, не могу не упомянуть ароматы, да, которые вот я создаю тоже для своих доверителей, которые позволяют нам, потому что я работаю только с натуральными эфирными маслами, да, которые воздействуют именно непосредственно природным, естественным образом на наши нейротрансмиттеры, на наш, опять же, метаболизм посредством воздействия на гормональную систему. Это всё происходит очень деликатно, не радикально, да, потому что всё, что происходит в природе, оно происходит циклично, постепенно, консервативно. Природа, она вообще очень консервативная всегда. А мы, когда от неё отходим, мы ищем каких-то радикальных, срочных решений, вот он вам, развод с природой, да, и не могу не упомянуть, конечно, про, вот я часто использую этот термин, но он мне очень близок и понятен, жить богоцентрично, да, когда мы не ищем какого-то вот, опять же, мы со страха начали, страхом закончили, да, когда мы не боимся жить, и не думаем, боже, ну вот если я потеряю эту работу, а если вот случится что-то, а если завтра не такая, вот если завтра там какая-то, как говорят, а если завтра война, или если ещё что-то такое. Будет так, как будет. Что будет завтра, мы не можем знать, да, но нам нужно научиться доверять проведению. Это очень-очень важно, потому что тогда вот эти страхи отпускают. Ну а мы с вами здесь для того, чтобы вот эти вот моменты научиться нивелировать, да, избавляться от вот этих щемящих чувств, да, которые там хватают где-то внутри, на самом деле скручивают на физиологическом уровне, да, на уровне биохимическом, и вызывают потом какие-то застойные явления, приводящие вот как раз к той самой неприятной истории онкологии. Мы с вами, я думаю, делаем немало и обучаем как раз тому, как с этим справиться. Валентин Ведородович, я вам очень признателен за то, что вы рассказали тему нашего будущего вебинара с вами. Сейчас мы проведём вебинар 2 марта с Шейлой и с Оленом, потом мы проведём с Газенко, с Романом, и потом я очень хочу, чтобы мы с вами провели. Потому что с прошлого раза я на самом деле понял, как важно держать не только голову в тепле, но и живот в тепле. Вот когда вы объяснили, что вот этот весь механизм внутренней аптеки, он может сразу нарушиться, если переохлаждать живот, но это для меня было такое удивительное открытие. Но мы все, каждый занимаемся своим делом и сосредоточены можем быть в своих вопросах, над которыми мы со своим талантом максимально концентрированно размышляем, потому что вы в этом находитесь, вы размышляете, анализируете, сравниваете, делитесь с нами, со всеми этими знаниями. Конечно, я держусь за вас, потому что в той части, когда вы говорите о вирусах, в той части, когда вы говорите о внутренней экологии и о внешней экологии, и вот вы сегодня такое употребили слово развод с природой, чтобы не было развода с природой, она является источником как раз-таки нарушения взаимоотношений и гармонии человека с природой, как раз-таки онкологическая проблема. Конечно, и у меня есть по методу ключ, и как спастись, быстро выходить из доминанта стресса, из страха, и как включать внутреннего доктора, вот вы упомянули, что надо делать приседания, как-то дама делает, ну это пример. Амосов в свое время говорил, он терпеть не мог вот эти капельницы, величайший кардиохирург, все его знают, слышали из Украины, и он учил всех заниматься физкультурой, и он говорил, что надо заниматься не капельницами, а поддерживать свое состояние, но он предлагал там по 200-300 раз делать упражнения, вот как та дама, которую вы упомянули 30 раз или 30, 300 раз приседать. Я нашел, в чем причина, почему амосовская теория не пошла по миру, потому что он не знал, что есть один фактор. Дело в том, что 300 раз или 200 раз может легко делать, например, амосов, потому что, когда он начинает действие, он входит в ритм этого действия, входит в транс, и на автомате делает, и ему не трудно это делать, и тогда это приносит пользу. А если человек будет насилием над собой 20 или 30 или 300 раз делать, так он сломается. И вот этот переход, да, вот этот переход мы обязательно на вебинаре тоже обсудим, чтобы любой человек мог делать 300 раз и не сломался, чтобы он мог дышать свежим воздухом. Я понял, вот из того, что вы мне сейчас сказали, я сравнивал свою юность, свое детство, я вспомнил, я знал одну семью, которая вообще босоногая была. Ну, родители их не очень, так сказать, опекали, и эти мальчишки потом и в тюрмах сидели, и везде хулиганы были, но у них все зарастало, как на собаке. То есть, они босиком ходили и по снегу, они там, это самое, вот видите, как нам сочетать, как нам сочетать, правильно с действием, с внутренней культурой, с защищенностью, там, когда родители не могут защитить детей и правильно направить. И вот с тем, чтобы регенерация такая хорошая была, вот я вам очень благодарен, что вы нам помогаете все это понять, как все это вместе вот в наших головах, все это, чтобы как-то все совместилось. И я сейчас понял, что на самом деле вот эти заповеди против грехов, против этих главных грехов, на самом деле они удерживают человека в колье жизненной нормы. Конечно. Да, я помню, что все мои болячки, они возникали, потому что я, во-первых, не досыпал, это первый грех, тоже такой же против своей природы. Во-вторых, выпивал, выпивал, потом курил, потом много чего делал, не того, что нужно делать. Ну, я пришел к этому потом, когда мне уже 70 лет, правильно? Ну, нам же не объясняют, логично, понятно, нам никогда со школы не объясняют. Нам просто говорят, нельзя. Ну, нельзя, так, ну, как же нельзя? Да. А вот, чтобы объяснить, вот так, как вы рассказываете, чтобы со школы объясняли, потому что все говорят, познай себя, а в школе даже такого урока нет. нету, к сожалению, это вот, вы совершенно правы, это очень трагично, ее это вот взорвало. Мне очень нравится, да, название школы человечества, замечательное. И я думаю, что, я надеюсь на то, что вообще школы будущего все-таки, да, и мы к этому придем, потому что, ну, это неизбежно. Мы видим вот этот вот уход людей в метавселенные, в визуальную реальность, но это какая-то категория, они уже, как сказать, поражены вот этим вот прогрессизмом. А какая-то часть людей, чем больше вот этого навязанного, да, вот этого такого морока, тем больше люди полноценные, самодостаточные, связанные, кстати, корнями со своим родом, да, со своим вот этим вот естественным началом, со своим собственным естеством, ну, и с божественным, да, назовем его так. А в принципе, это вот как раз и есть этим биоценозом, да, с природным. Природа с большой буквы. Природа с большой буквы, да. Возникает вот эта вот востребованность, да, для того, чтобы, вот как вы говорите, познать себя. И я не сомневаюсь, что на каком-то этапе школа человечности, она станет именно вот той самой, и я вот много об этом размышляла, и меня часто приглашают, там бывает и в софет, и в Думе, мне приходилось выступать именно вот по теме, там, по полномочиям по правам ребенка, какие-то проводили вот эти вот мероприятия, связанные именно с образованием. И чем больше я касаюсь этой темы, чем больше вот я готовлю каких-то материалов, тем больше я понимаю, что, ну, мы не можем обсуждать вообще, мы не можем называть образованием то, что сегодня есть, к сожалению, да, оно не то, чтобы там от советской системы ушло, оно вообще ушло даже вот из самой педагогика полностью исключена, да, вот это вот развитие личности, а что такое развитие личности? Это развитие не только, опять, как мы говорили, да, психического аспекта, но это же развитие физиологического аспекта, того самого здорового тела, здорового духа. И, как я сказала, да, вот я сейчас стала, оказывается, сопровождение для, ну, это большей частью подростки, которые готовятся к ОГЭ и ГЭ, иногда дети помладше, которые готовятся к каким-то соревнованиям и так далее. Детям нужна совершенно другая поддержка, им действительно нужна вот эта вот способность разобраться в себе, понять, почему у них раздражение, да, возникает, почему они не могут сфокусироваться, почему у них такие напряженные, сложные отношения с учителями или с родителями. И когда работаешь с ними над этим, когда помогаешь им познать себя, да, то есть не там, как, к сожалению, современная психология, она вся настроена на то, что там взрослые тоже неправы, вот это может быть не так, не... А вот когда человек начинает осознавать себя, да, происходит новый этап его личностного роста и взросления, он как раз и входит вот в эту гармонию с природой, в гармонию с собственным родом, в гармонию с социальной средой, он становится устойчивым, да, вот моя программа КОР как раз на это направлена, на создание вот этой адаптабильности, устойчивости в любой социальной или внешней неблагоприятной среде, да, мы сегодня испытываем, к сожалению, многие экологически неблагоприятные воздействия, но оказывается, наш организм и для этого оборудован, для того, чтобы противостоять этому всему, если мы себя осознаем. Я, если позволите, перед тем, как мы с вами завершим, в принципе, простое упражнение, но я бы хотела поделиться с нашей аудиторией, потому что мы забываем о том, что очень важно, мы говорим об этом все время, но все равно забываем о том, что очень важно дышать, вот очень часто, когда я людей консультирую, особенно, вот опять мы говорили сейчас о детях и подростках, они вообще не дышат, они в таком замерзшем состоянии, но, в принципе, от возраста не зависит, взрослого – это такая же беда. А мы забываем, что мы должны не просто дышать, а дышать диафрагмой. Если мы диафрагмально дышим правильно, да, я сейчас покажу, вот простое-просте упражнение, мы нормализуем давление, да, без лекарств. Это тоже занимает время, какие-то дни, недели, но мы можем полностью стабилизировать собственное давление. Это как раз является профилактикой застоев в области малого таза, а значит профилактикой развития рака простаты, профилактикой развития рака прямой или кишечника, профилактикой развития онкологии женских органов, репродукции, яичников и так далее. Это очень серьёзная и важная задача. То есть диафрагма, она соединяет вот эти две части нашего тела. И с одной стороны она… И у нас же очень много лимфоузлов в нижней части живота, но и под, между диафрагмой, как раз и лёгкими, у нас тут расположена и поджелудочная железа, и вот мы должны задействовать нижние отделы лёгких очень правильно, чтобы не было тех самых застойных явлений, да, вот говорили там про курение и так далее. Организм человека рассчитан не на 70 лет. Даже современная наука утверждает, что минимум на 150. А ещё мы там слышали краем уха об указах Петра, который там велел истреблять 300-летних старцев. Возможно такое? Я думаю, что абсолютно возможно, потому что наш организм действительно удивительнейшая, интереснейшая, биохимическая, психическая и прочая лаборатория. И мы можем всегда в любой момент запустить процесс дезинтоксикации, регенерации, омоложения и так далее. Потому что многие сегодня слышат про достижения в генетике, да, но одно из важнейших достижений, на самом деле, которое генетика, если мы можем её считать вот в том виде, в каком она есть, тоже наукой, она дала нам знание, опять же, на биохимическом уровне. Вот мы с вами уже упоминали про процесс метилирования, да, когда переносится метильная группа от одной аминокислоты к другой. Это как раз то, что обеспечивает регенерацию, восстановление ткани, восстановление клеток на молекулярном уровне. Это как раз процесс доказанный, да, это то, что мы можем биохимически, вот с помощью различных биохимических реакций подтвердить и проверить, в отличие от многих других процессов, которые, наверное, заявляют, что якобы они происходят. Так вот, если мы запускаем правильное дыхание, мы обеспечиваем вот эти процессы метилирования. Многие факторы внешней среды сегодня направлены именно на деметилирование, то есть срезание этой метильной группы, и что приводит к старению раннему организму, как раз развитию онкологии, и вот снижению способности к самовосстановлению. Поэтому давайте научимся правильно дышать. Упражнение очень простое. Мы садимся, расслабляемся в кресле. Можем делать это лёжа, можем делать это стоя, но так, чтобы не закружилась голова. Желательно сидя или всё-таки вообще любые такие дыхательные упражнения. Лучше делать сидя или лёжа для того, чтобы не упасть, особенно с непривычки. Значит, включаем, прямо прислушиваемся к тому, как двигается наша диафрагма. Вы можете испытать даже дискомфорт, если она у вас находится в состоянии вот этого вот напряжения, да, то есть она у вас не эластичная. Вы отучились дышать диафрагмы. Додуваем живот, да, и выдыхаем так максимально. Куполом диафрагмы, поднимая нижнее отдело лёгких, и вот это дыхание должно идти в режиме по возможности, да, постепенно к этому приводим. Приходим 5-6 дыханий в минуту. В минуту. Кажется, кошмар, как мало, да, как это вообще возможно. Если вы вдумаетесь, на самом деле, это по несколько секунд на вдох и на выдох. И когда вы начнёте это делать осознанно, видите, и мы уже заняли сразу несколько секунд, секунд 10, да, и вот так вот 60 секунд у нас в минуте, и всего у нас 6 вдохов, мы прекрасно можем с этим справиться. На нашем будущем, ещё раз покажите это с большим объяснением, да, чтобы все попробовали. Да, я просто хотела сейчас дать такой, как сказать, небольшой такой бонус. Да. Спасибо. И, конечно, мы начинаем подарки. Я дарю подарки. Да. Вы знаете, что мне очень задело и очень понравилось, что вы вдруг сказали то, что меня прямо сейчас ошеломило. Вы сказали, что толерантность так называемая, которая идёт по миру, и благодаря чему и там переселенцы едут там из других стран, там и в Америку. Толерантность. Толерантность, на самом деле, вы мне сейчас объяснили, я так понял. Это же и есть та терпимость. Та терпимость, та человечность, та сопереживательность, а это вечная истина. Так вот, когда вырвали, вырвали из контекста понимания, что такое толерантность, получилась толерантность как инструмент чего-то другого совершенно. Вот я сейчас вспомнил, что один чиновник из мэрии Москвы, очень известный, в своё время придумал толерантность для обозначения, там, в этой книге столько процентов толерантности, в этом продукте столько процентов толерантности, оторвав от смысла. Встали они, о, Господи, вот это вот отрывание от контекста, от духа, от смысла и оперирование этими вещами разрушает человеческие взаимоотношения, усложняет. Ещё и назвать это ещё каким-то наукоидным, каким-то пониманием, словом, как сегодня часто берут обычные вещи, которые раньше люди понимали автоматически, теперь называют как-то по-другому и преподают, и торгуют этим. Это ужас какой-то. Расщепляет человеческое понимание на кусочки и уже по отдельности их вот так вот. Спасибо вам большое, Валентина Эдуардовна. Огромное спасибо. Я вдохновляю и смотрю на вас и у меня после идёт всегда поток вот этого какого-то целостного, да, вот целостность. Потому что вы училище. Целостность, да. Спасибо. А вот завершаю, просто подчеркну, да, вы сказали вот про социальное. Это же тоже часть природы. Мы социальные существа, да, для нас очень важного взаимодействия. И ни в коем случае нельзя пытаться себя оторвать. И тут вербализация, о которой вы говорите, осознанность, осознанность, вербализация и речь, развитие речи, чтобы человек и всё это вместе, человечность, образованность и так далее, это и называется культура. А вы говорили о том, какая может быть внешняя культура, если нет внешней, если нет внутренней. А внутренняя культура, это же уже вместе с образованностью, это же есть интеллигентность. То есть, по существу, люди светлые, должны быть интеллигентными. Слово поруганное сегодня безосновательно. О, Боже ты мой. Будем собирать мир опять по частям, чтобы опять он засверкал в божественной истине, ясный, доступный, понятный и полезный для здоровья. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Всего доброго. До встречи. До встречи. Спасибо. Ждем с нетерпением. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова